всем привет вы на канале строй гарант анапа и сегодня наш выпуск посвящен ответом на самые часто задаваемые вопросы в наших комментариях мы специально составили список и готовы вот видео формате на них ответить и дарья спрашивает говорит и обращает внимание на то что очень мало земли баньку бассейн негде разместить говорит мол придется выбирать либо сад-огород либо постройки и слишком очень говорит плотность большая в ваших жилых комплексах ну что ж далее мы отвечаем на ваш вопрос ответим на этот вопрос на примере одного из домов жилого комплекса жемчужина это поселок сабанабалка здесь я кому мало земли объединили два участка и построили на них бассейн баню и видим что есть место под сад или небольшой огород она тоже остается так что вопрос решаем видим что некоторые умудряется на пяти сотках земли разместить еще и тепличку но там огурчики помидорчики тоже приветствуется в нашем крае так что всем всего хватает большинство владельцев жилых комплексов а у кого есть пять соток земли используют в большинстве своем наверное 99 и 9 десятых процентов для эстетики для красоты вот допустим на примере данного участка мы видим это розы правда сейчас зима они подрезаны но они будут свести что было культурно и аккуратно чтобы глаз радовался и задний двор использует тоже с определенным успехом с определенным уклоном тоже на сад потому что мы видим здесь уже посажены деревья вот на этом участке мы видим газончик а здесь находятся персики опять же розы почему все для души это главная задача то есть большинство людей приезжает сюда берет пять соток земли первоочередная задача это конечно не картошка это просто красота это отдых но вот такой расклад продолжаем а рейтинг самых часто задаваемых вопросов и комментариев и так марина обращает внимание за и задает следующий вопрос септик на каком расстоянии от забора можно ставить не будет ли вопросов у архитектора на этот вопрос отвечает наша проектировщик дмитрий поход смею вас заверить что главному архитектору городу города вряд ли будет интересно на каком расстоянии от забор находится ваш септик тут больше речь идет о эксплуатационных характеристиках насколько я понимаю насколько вызывает данный вопрос озабоченности у многих людей что если очень близко септик будет находиться к забору то возможно какие-то подмытия грунта для этого мы стараемся септик располагать не ближе чем один метр к забору и в том числе у нас идет укладка двух колец глубина залегания фундамента ленточного забора составляет 30-50 сантиметров глубина залегания бетонных колец составляет 1,8 метра это два кольца по 90 сантиметров плюс щебеночная подсыпка плюс кольцо и окрышка самого кольца соответственно это гораздо ниже чем глубина залегания ленточного фундамента поэтому каких-то опасений по поводу подмыва нет ну и плюс как я уже сказал что мы стараемся выдерживать расстояние не менее 50 сантиметров а так и метры больше оттянуть от забора вопрос который волнует очень многих можно смело сказать что каждой программе есть нечто подобное звучит он следующим образом кстати автора пожелал остаться анонимным поэтому просто его ретранслируем пишут потом окажется земля сельхоз назначения и гудбай дом но на этот вопрос отвечает наш юрист но при выборе земельного участка каждый клиент каждый будущий собственник может ознакомиться с информацией по данному земельному участку на сайте росреестра там информация открытая и можно всегда увидеть площадь земельного участка вид разрешенного использования назначения земли безусловно следующий вопрос следующий комментарий он волнует очень многие кто выбирает себе дом на юге дмитрий в м так он представился говорит что компания очень хорошая строит отлично но нет газа это огромный минус но обратив внимание что в жилом комплексе морской уже есть газ но они так давно мы выпускали шорт на эту тему дорогие друзья очень важный этап в газификации жилого комплекса встречный первый этап работы по газу начался и это уверен радует очень многих уже мы это траншея по которой будет проходить труба до самого поселка но это первый этап работе много нужно чего сделать а мастерам но это все в недалеком будущем и хотелось бы обратить внимание что некоторые дома уже получили тех условия то есть когда если не сейчас заниматься этим вопросом и конечно же обращу внимание что каждому жилому комплексу будет подведен газ это касается тюмрика жилого комплекса азовский и касаемо цыбанабалки жилой комплекс жемчужина но кстати недалеко от анапы до сюда об этом говорим потому что тоже спрашивают где находится ребята анапы рядом до моря всего лишь 7 километров так а на следующий вопрос отвечает у нас также дмитрий попов наш проектировщик задает его игорь и зигзаг говорит и зачем ставить радиаторы если есть теплый пол но наверное актуальный вопрос отвечаем нужно конкретно разбираться о каком доме и о каком и о какой площадь теплого пола идет речь если мы говорим о зонированном теплом полу допустим в прихожей в санузле и в кухне у нас есть плитка и теплый пол во всем остальном доме теплого пола нет то площадь обогревания данных теплых полов не сможет покрыть всю весь объем помещения если речь идет о том что дом там неважно один этаж два этажа полностью выполнен по системе теплых полов то есть под механика в теле механизированной стяжки у нас находится в единые теплые полы то в принципе мы можем отказаться от радиатора есть нюанс секционные радиаторы дают возможность конвекции воздуха то есть как мы знаем по школе по законам физики внизу у нас находится холодный воздух наверху теплый то радиатор дает возможность в этой конвекции к раз как раз запуститься не сказать что и если вы откажетесь от радиаторов то ничего такого не будет но радиаторы дают дополнительный бонус к этому плюс не нужно забывать про остекление с одной стороны если у вас везде зона теплого пола опасения того что при больших витражах у вас будет запотевание окон она минимальная нужно учитывать тот факт что если вдруг вы захотите закрыть шторой полностью все остекление то подачи теплого воздуха к этому остеклению его не будет соответственно возникнет . росы на этом витраже и она будет все в конденсате если вы планируете шторами глухими закрывать полностью ваше остекление то желательно чтобы там был какой-то источник обогревания еще один интересный вопрос задает его сергей обращать внимание на то что нет асфальта сразу отмечу что в морском уже есть асфальт ну а далее мы комментируем ответим на этот вопрос на примере жилого комплекса жемчужина здесь постоянно происходит отсыпка дороги по мере необходимости асфальт обязательно будет не того по одной простой причине так как осваивается сейчас третья очередь постоянно здесь а ходит строительная тяжелая техника и чтобы асфальт не разрушался с ним пока что решили немножко подождать но я отмечу что в жилом комплексе морской уже есть асфальтные дороги то есть это комплекс обжиты техника не ездит разрушение асфальта максимального нет так что все в перспективе ну что дорогие друзья я надеюсь что мы ответили на все вопросы если не кстати у вас возникает то пишите их комментариях мы будем в каждой программе отвечать на самые актуальные на самые часто задаваемые вопросы и кстати обращу внимание всегда у нас спрашивают про цену сколько стоит дом тот или иной на которой мы делаем обзоры обратите внимание в описании под видео мы всегда ставим ценник на дом и на земельный участок так что ждем ваших комментариев ждем лайков конечно же подписывайтесь и не забывайте задавать вопросы на сегодня это все пока что что Продолжение следует...